Добрый день, друзья! Итак, поступила информация, что послы стран Большой Семерки GSM направили письмо министру внутренних дел Расену Авакову с предостережением относительно возможного срыва выборов и угрозой деятельности экстремистских движений в Украине. В этом письме написано, что группа GSM очень обеспокоена экстремистскими движениями в Украине, насильственные действия которых их очень тревожат. Там конкретно указано, что эти экстремисты запугивают украинских граждан. Они пытаются узурпировать роль национальной полиции в обеспечении безопасности выборов и наносят ущерб международной репутации украинского правительства. Как вы, наверное, поняли, здесь речь идет в первую очередь о национальном корпусе и национальных дружинах, которые в последнее время преследуют президента Порошенко по всей Украине во время его агитационного турне. И в МВД отметили, что руководители радикальных групп предупреждены, что агрессивные попытки вмешаться в честный избирательный процесс приведут к соответствующим последствиям. Но мы-то с вами понимаем, когда национальные дружины могут вмешаться в избирательный процесс. Это может случиться тогда, когда они заметят массовой фальсификации. Я предполагаю, что они могут вмешаться в работу тех избирательных комиссий, где представители этих комиссий будут делать те или иные попытки сфальсифицировать результаты голосования. И в первую очередь этого вмешательства очень боятся в центральном избирательном штабе Петра Порошенко. В прессе прошла информация, которую слил один из штабистов Петра Порошенко, что может быть все, что угодно. Они сами сидят как на ножах и боятся всего. А вдруг где-то теракт будет? А вдруг национальному корпусу крышу окончательно снесет, и они пойдут на реальное обострение? Также в штабе Порошенко очень боятся, что в случае проигрыша Юлия Тимошенко начнет качать улицу уже 31 числа, то есть день выборов. Правда, не совсем понятно, как можно качать улицу 31 марта, когда еще не будет проведен окончательный подсчет голосов. Также в штабе Порошенко сейчас находятся в больших раздумьях. А кто же будет защищать избирательные участки или окружные избирательные комиссии, если нас дружины захотят там сорвать голосование? Аваков? А если он не захочет? А что делать, если он скажет, например, что полиция не может разгнать людей, возмущенных масштабными фальсификациями? Что тогда? Вот так и хочется ответить этим деятелям из штаба Порошенко. Если избирательные комиссии, где мы уже все поняли, большинство членов будут работать на Порошенко, не будут заниматься фальсификациями, то тогда нечего и переживать. Если на избирательной комиссии не будет так называемых каруселей, не будет вброса левых бюлетней в урны, не будет подделок протоколов, то тогда нечего и бояться бойцов национального корпуса. А тем временем три социологические службы провели и показали большое совместное социологическое исследование. Итак, КМИС, Центр Разумкова и социологическая группа «Рейтинг» провели опрос 15 тысяч респондентов. И вот его результаты. За Зеленского 27,7%, за Тимошенко 16,6% и за Порошенко 16,4%. По остальным претендентам я цифры называть не буду, потому что они значительно уступают тройке лидеров. Учитывая вот эти данные, можно сказать, что командой Порошенко будут предприниматься все шаги для попадания во второй тур выборов. Слушая интервью отдельных членов его команды, можно обратить внимание на то, что они даже не допускают вариант, что Порошенко может не попасть во второй тур. Сейчас ходят слухи, что командой Порошенко подготовлен фильм про дело бывшего премьер-министра Украины Лазаренко, где указана роль Юлии Тимошенко как с подвижностью Лазаренко в разворовании денег. Но про связь Тимошенко и Лазаренко говорят уже давно. И здесь для нас ничего нового нет. Американская сторона не предоставила пока на Тимошенко никакого компромата. Ну а сама Юлия Тимошенко дала вчера большое интервью Дмитрию Гордону, где высказала очень интересную новость, что было бы прекрасно быть с Анатолием Гриценко в одной демократической команде после политических гонок. И она предположила, что это может быть цивилизованное европейское сотрудничество. А теперь представьте, что вдруг Юлия Тимошенко не становится президентом. Тогда осенью на парламентской выборы она может объединиться с командой Гриценко, и тогда у них появляется шанс завести в парламент очень внушительную команду. Да и вообще я предполагаю, что вот если случится самое худшее, и Порошенко вдруг станет президентом, то это президентство будет для него очень непростым. Я уже сейчас предвижу, что в случае своего президентства большую команду он парламент осенью не заведет. И таким образом в новом парламенте у него большинства не будет. И это будет иметь очень негативные последствия для президента, поскольку парламентские фракции могут объединиться против президента, и тогда последствия для Порошенко могут быть самые плачевные. Ну а я все-таки сегодня хочу поговорить о возможных фальсификациях на предстоящих выборах. Я хочу обратить внимание на тот момент, что все-таки, по моему мнению, если фальсификации на выборах будут, то они в первую очередь будут происходить на избирательных участках. Я, конечно, далек от того, что могут быть массовые отключения света на избирательных участках, как это практиковалось еще 10 лет тому назад. Ну, может, кто-то этого не знал, но когда-то давно на избирательных участках разыгрывали такой спектакль. Специально вырубали рубильник, отключая таким образом свет на избирательных участках на 10-15 секунд. А тем временем, пользуясь темнотой, специально обученные люди вбрасывали в урны пачки бюллетней с заранее отмеченными кандидатами президенты. Но это так, один лишь эпизод. Основной мутеж, если и будет, то это будет непосредственно с подделыванием протоколов на избирательных участках. И поэтому команда Зеленского это хорошо понимает. И обратилась ко всем наблюдателям фотографировать протоколы с мокрой печатью, которые будут оформляться сразу после окончания подсчета голосов. Я уже в своих видео говорил, что я уже не раз принимал участие в избирательных кампаниях. Я и сам избирался, и был начальником избирательных штабов, и доверенным лицом кандидатов в президенты Украины. И поэтому я не понаслышке знаю, где и как можно изменить данные в протоколах. Поэтому основная задача всех наблюдателей в день голосования, сразу после окончания подсчета голосов, получить на руки протокол с мокрой печатью, где будут указаны результаты голосования и стоять подписи всех членов избирательной комиссии. Есть еще один очень важный момент. Нужно понимать, что на избирательных участках члены комиссии, представленные технических кандидатов в президенты, все будут работать на Порошенко. Поэтому нужно быть готовым к различным непредвиденным ситуациям. В моей практике было много различных случаев нарушений на избирательных участках. Приведу один из них. Заканчивается голосование на участке. На центр комнаты сдвигаются столы из урн, высыпаются бюллетни и складываются в одну стопку. Затем по периметру стола становятся представители кандидатов в президенты и начинают подсчет голосов. То есть голова комиссии кладет перед собой пачку бюллетней, берет верхний, называет фамилию кандидата, напротив которого избиратель поставил галочку, и передает представителю этого кандидата. А тот, в свою очередь, кладет его перед собой на стол. И таким образом, глава комиссии, называв фамилию кандидата в каждом бюллетне, раздает все бюллетни. И каждый представитель складывает возле себя пачку со своим кандидатом. А потом каждый представитель превселюдно пересчитывает свою пачку и данные записываются в протокол. Так вот, тут очень важно, чтобы наблюдатели стояли за спиной у главы комиссии и смотрели, правильно ли она называет фамилию кандидата, напротив которого стоит галочка в бюллетне. Я помню случай, когда главе комиссии не понравилось, что у нее за спиной стоят наблюдатели и смотрят ей в руки. И она предложила членам комиссии принять решение и проголосовать, чтобы наблюдатели отошли от стола на расстоянии 6 метров и не мешали комиссии подсчитывать голоса, что и было сделано. Затем произошло следующее. Глава комиссии брала бюллетень с фамилией, образно говоря, Зеленского, называла фамилию Порошенко и передавала его представителю Порошенко, а тот аккуратно клал его в свою пачку. Понимаете, весь процесс подсчета голосов, хочешь не хочешь, а начинался не раньше часа двух ночи. И длиться он может до 4-5 утра. Ведь все действия комиссии нужно протоколировать, а это занимает уйму времени. Одним словом, учитывая, что в день голосования члены комиссии приходят на 7 утра на избирательный участок, то проработав в напряжении весь день, к 2-3 часам ночи они уже очень уставшие и элементарно хотят спать. И вот когда глава комиссии называет фамилию в бюллетне и передает ее представителю к кандидату, остальные члены комиссии зачастую даже не смотрят, какая там написана фамилия, потому что все они уже сидят за столом и буквально кемарят. Вот тут глава комиссии в сговоре со своими членами комиссии и может делать все, что хочет. Я помню случаи, когда один член комиссии требовал пересчитать бюллетни того или иного кандидата. Глава комиссии ставила вопрос на голосование и большинством голосов пересчет не разрешали. Понимаете, на все нарушения, естественно, писали акты, но пока все эти акты кто-то рассматривал, уже проходила инаугурация нового президента. Но самое главное, что нужно сделать наблюдателям, это как только закончится подсчет голосов, потребовать себе один экземпляр протокола с мокрой печатью. Почему это очень важно? Потому что собрав протоколы с мокрыми печатями, с каждого избирательного участка, вы исключаете возможность изменения подтасовки результатов в окружной комиссии. Конечно, если бы у нас в Украине избирательный процесс проходил, допустим, как в США, то это бы исключило все манипуляции при подсчете голосов. И вы, наверное, знаете, что в США президента выбирают, проводя электронные голосования. Но тогда возможны различные хакерские атаки на сервер и так далее. И поэтому я считаю, что получение представителями каждого кандидата протокола с мокрой печатью исключит возможность подтасовки данных в окружных комиссиях. Вот, допустим, в состав того или иного округа входит 50 избирательных участков. Если на руках у каждого кандидата будут протоколы с мокрыми печатями с каждого избирательного участка, то суммировав всех проголосовавших, уже можно знать количество проголосовавших по округу. И это исключит возможность фальсификации показателей в окружной комиссии. Ну а я, друзья, обязательно буду выступать в роли наблюдателя на одном из избирательных участков на этих выборах. И я постараюсь сфотографировать несколько протоколов с мокрыми печатями, для того, чтобы мы с вами оперативно увидели реальные цифры, как люди проголосовали в день выборов. И скажу сразу, что имея данные с нескольких избирательных участков, мы с вами уже можем иметь довольно ясную картину, как за того или иного кандидата проголосовала Центральная Украина. Поскольку, имея несколько протоколов с данными, можно уже говорить о сложившейся тенденции. И, естественно, я это вам все покажу, выложив в своих видео. Ну, в общем, на сегодня, наверное, все. Такое несколько сумбурное получилось сегодня видео. Но ничего не поделаешь. Выборы все-таки ближе и ближе. Все, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Всем всего самого наилучшего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok